Привет, бой, скауты, с вами Кьюбайт, добро пожаловать в реакцию на Шан-Чи, у меня сегодня день рождения, как и у актера этого фильма, Симу Лю, и все ждали, что сегодня выйдет трейлер, но я думал, ну ладно, не выпустят, наверное, уже время-то почти 5 часов, думаю, не выпустят. Выпустили внезапно постер и первые кадры, я такой, окей, и сам актер в твиттере написал, что трейлер выложит через несколько недель, и что вы думаете, пока я тут убирал конфетти, у нас там стрим был, шарики лопали и так далее, короче, неважно был стрим, вышел трейлер, оказывается, давайте смотреть, все звонят, поздравляют, 3, 2, 1, запускаем, я еще не смотрел. Марвел, что творите, а? Вот он, Симу Лю, именинник наш. Тренируется красава. Я дал тебе 10 лет жить своей жизнью. Это мандарин, видимо. К чему тебя это привело? Ну куда тебя это привело? Снова ко мне. Ух ты. Ходил за мной тенью. Атмосферно. Тренировал тебя. Чтобы самые опасные люди на свете не смогли тебя убить. Сынок. Пора тебе занять место. Мандарин. Не бывать этого. Воу, вообще, вообще не скажет, что это Марвел. Я не могу бежать. От самого себя. Хм. Стиль тигра. Да и как там? О, на мурашку пробило. Есть. Так, ладно, сейчас будем смотреть. Вопросы есть? Господи. Держите заборочные. Мы силы вдвоем. Комедия. Мультики. Мультики Марвел. Окей, давайте разберем трейлер покадрово. Есть какое-то такое спорное чувство. То есть, вроде как, это и чувствуется, как фильм Марвел. И бюджет есть, и сцены некоторые вау прям, и красивые, и так далее. Но, с другой стороны, чувствуется, что фильм как будто слегка такой малобюджетный. Типа на Сидабе где-то. Ну, это уже, знаете, стало каким-то мемом, что дешево, как на Сидабе. Но, в целом. То есть, какая-то все-таки дешевизна. Иногда чувствует... Ладно, давайте попробуем разобраться. Как я понимаю, Шан-Чи сам возвращается к себе домой и вспоминает те самые тренировки. Вот он подходит к тому месту, где он тренировался. Где он изо дня в день пробивал кулаком одно и то же место. Чтобы, видимо, набить удары и вообще жесткость. Жесткость. Марвел почему-то... А, ну это Марвел Россия, поэтому, наверное. Вот это его дом. Он отжимается, тренируется. Ну, понятное дело. На самом деле, актер выглядит отлично. Он здорово. Я бы хотел, чтобы он был еще суше. Вот максимально похож на Брюса Ли, как это было в комиксах. Но здесь он, конечно, все-таки формула Марвел, где актеры, ну, супер накаченные. Хотя вот для этого персонажа мне хотелось бы, чтобы он был такой сухой, жилистый, прям классный. Как Росомаха в Росомахе Бессмертном. Что-то в этом духе. Даже похудее. Вот. Здесь это обычная его жизнь, караоке. Он гуляет с Аквафином, это актриса. Ну, то есть он здесь просто тусит. Это Death Leader, его, по-моему, зовут злодей, который вот как раз-таки мандарин в обычной такой одежде. Мандарин, это тот самый Death Leader. Выглядит дешево. Вот его костюм пока выглядит дешево. Дизайн мне нравится, но выглядит дешево. Это сам Шан-Чи. Вот маска здорово, все здорово. Вот так выглядит прикольно, но все остальное так себе. Вот он уже подростком тренировался, набивал одно и то же место. Это он с мандарином. Мы видим здесь как раз-таки те самые 10 колец. Это 10 браслетов. Ну, получается на одной руке 5 и на другой 5. Я очень надеюсь, что это не они. Но далее мы видим в трейлере, что они все-таки имеют какое-то волшебное свойство. Вот. Как раз-таки. Это, я так понимаю, он самый есть. Мандарин, который вот разбивает стол с помощью... Видите, у него руки блестят, светятся. Это очень странно. Я все-таки надеюсь, что будут 10 колец конкретно. Кольца, не браслеты. На руках. Вот этот кадр выглядит неплохо. Опять же, я надеюсь, что очень много еще добавят, доработают графика и так далее. Но в целом, вот эти сцены выглядят неплохо. Тут еще и зима. Далее очень эпичная. Здесь у нас какие-то подпольные бои. Опять же, напоминает Mortal Kombat недавний. Недавний, но все-таки какой-то вайп от него есть. Это в любом случае. Все вдохновлялось. Это армия. И вот как раз-таки эта армия, судя по всему, мандарина. Он встречает вновь сына, который ушел. И это он же, но почему-то с длинными волосами. Это, конечно, уже больше похоже на того же мандарина из комиксов. И, кстати, мы видим логотип организации 10 колец. Я напомню, это те самые 10 колец, которые в первом фильме киновселенной Железный Человек 2008 года украли Тони Старка. Далее они проворачивали еще очень много дел. И по факту это даже должно быть немного круче, чем Гидра, как я это себе представляю. Потому что 10 колец, они захватывали разные успешные наработки, успешное оружие и так далее со всего мира, со всех точек. Если вы помните, в Человеке-муравье тоже был персонаж с логотипом 10 колец, с этой татуировкой. Он забрал формулу вот этого уменьшения. То есть у них очень много ресурсов, у них очень много разных фишек, которые они могут использовать. Вот как раз... Но это уже на каком-то другом персонаже. Мы видим опять же эти 10 браслетов. Что-то тут воду они умеют останавливать. Я же говорю, что что-то очень удивительное. Трейлер выглядит как... Какой-то очередной... Ну не очередной даже, наверное. Какой-то фантастический фильм из Азии. Что, наверное, хорошо. Потому что Марвел на этой цели... Вот эти красивые кадры очень здорово выглядят. Такой Мулан или даже какая-то... Вот это Мулан. Какая-то сказка в этом чувствуется. Это что вообще? Какой-то лев или тигр? Я не знаю, кто это прыгает. Это, я так думаю, сестра Шан-Чи. И вот этот парень, с которым дрался Шан-Чи, видимо, уже на арене. Или он появлялся на арене. Он фигурировал в комиксах. И теперь у него нет руки, но у него есть супер-лезвие. Вот костюм Шан-Чи, который мы видели и на первом постере. Как же я хочу, чтобы они раскрыли правильно организацию Десять Колец, чтобы она действительно была устрашающей и правильно ввели Шан-Чи. Вот. Но некоторые бои выглядят... Вот это выглядит здорово. Правда, мы видим здесь графику. Вот здесь она видна. Кто ты такой? Я Шан-Чи! Или любое другое приветствие из Marvel. Ну и далее они уже перемещаются в Калифорнию. Из Азии они в Калифорнии появляются. Это, я так понимаю, Сан-Франциско или что-то в этом духе, наверное. Я жду камео Джимми Ву, потому что в комиксах Шан-Чи это состоит в команде Агенты Атласа, где как раз-таки есть и Джимми Ву. И эта команда так или иначе должна собраться, я очень на это надеюсь. В целом, трейлер выглядит здорово, но чего-то как будто не хватает. Какого-то такого эффекта вау именно марвеловского. То есть есть вау-эффект от визуальной части, от графики, от сцен, здорово. Но пока ты не понимаешь, не кажется, что это Marvel вообще. Не было бы здесь логотипа, я в жизни не поверю, что это как-то с этим связано. То есть нет ничего. Ну, опять же, еще организация 10 колец. Все, пока никаких связей с Marvel нет. Ждем. Мне действительно интересно, я жду этот фильм. Но я надеялся, что это будет чуть более приземленная история. Без вот таких вот выкрутасов. Без накрученной графики. Без каких-то, без какой-то супермагии. То есть да, конечно же, вот эти самые 10 колец пресловутые. И там должна быть магия, и там должны быть сверхсилы. Как-то типа талисманы в приключениях Джеки Чана в мультсериале. Все его смотрели наверняка и знают, о чем я. Вот там эти медальоны были. Ну, примерно то же самое я хотел бы увидеть с 10 кольцами. А все остальное максимально приземленное. Такая, знаете, Азия древних времен. И крутые поставленные бои в стиле Брюс Али. Вот это хотелось бы увидеть. К сожалению, пока я этого не заметил в трейлере. Но все равно, фильм очень жду. Потому что не зря у нас с актером в один день день рождения. Это что-то должно значить. Фух, на этом все. Спасибо большое, что досмотрели. Поддерживайте лайком, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал. Ждем Шанчи. Субтитры сделал DimaTorzok